Здравствуйте! С вами Павел Глазков. На Елагином острове обнаружили красную шапочку. Эту птицу с яркой красной шапочкой на голове зовут чечёткой. Размером пернатая меньше воробья и заметно мельче снегиря. Красное пятно на голове есть и у самца, и у самки. Зато кавалер отличается от своей невесты хорошо заметной розово-красной грудью. Почему же эту птицу назвали чечёткой? Отбивать своими лапками одноимённый танец она не умеет. Зато голосом может воспроизводить звуки, похожие на стук чечётки. Основная масса этих птиц в Петербурге бывают только пролётов весной и осенью. Размножаются чечётки в тундре, а на зимовку откачёвывают на юг России. И только немногие остаются у нас в Петербурге. Кормятся чечётки на берёзе и ольхе. Или собираются снягосемена сосны и ели. А в парках они охотно подъедают семена подсолнечника. На днях в посёлок Стеклянный Всеволожского района забрёл глухарь. Совершенно не боясь людей, он спокойно прогуливался вдоль домов. Столь странное поведение совершенно нетипично для этой птицы. Ведь в норме глухарь крайне осторожен, хорошо слышит и прекрасно видит. Заметив человека, он улетает, даже если сидит высоко на дереве. Крайне редко глухари теряют бдительность и страх. Хорошо ещё, что в посёлке Стеклянный птица не проявляла агрессии к людям. А вот в Приозерском районе несколько лет назад я ощутил на себе самую настоящую глухариную ярость. Он буквально полез со мной в драку. Не надо! Подобное поведение глухаря учёный до сих пор объяснить не будет. Мы с вами в детстве много читали про летающие ступы, мётлы, а тут летающие половники. Этих необычных птичек мне удалось обнаружить в Южно-Приморском парке Петербурга. Внешне они напоминают маленькие пушистые шарики с длинной ручкой. Научное название – длиннохвостая синица. Действительно, её хвост заметно длиннее маленького округлого тельца. А вот народное её название – ополовник – произошло от двух равных по значению слов. Половник и ополонник. Оба эти слова означают разливательную ложку. Птичка очень мала, её вес едва достигает 10 граммов. В Петербурге мы видим ополовников чаще всего зимой, когда они прилетают сюда из северных районов. Птицы держатся стайкой, которая состоит, как правило, из родственников. Птенцы остаются с родителями целый год, а порой и дольше. Нередко они даже помогают выращивать своих младших братьев и сестёр. Зимой мы их подкармливаем, а летом они избавляют лес от тли. Ведь это их излюбленное лакомство. Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Глазков. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok